Здравствуйте, уважаемые зрители и читатели блога ТЭСПОРТ! Сегодня в гостях проекта ТЭСПОРТ Саша Гумаюна. Саша, привет! Привет! Саша является совладельцем кафе здорового питания Укроп. И сегодня мне будет с ним приятно побеседовать на тему здорового питания, на тему сыроедения, а также вопросов по развитию бизнеса. Саша, расскажи, пожалуйста, как пришла в голову идея открыть именно кафе здорового питания? Почему не бар, почему не бургеры, почему здоровое питание? Саша, наверное, так же, как людям, которые открывают бургеры и бары, они просто этим живут и с этим связаны. Я думаю, любой бизнес, который происходит, по крайней мере, которым занимаются молодые ребята и девчонки, это связано с тем, что эта сфера им близка. Я на тот момент, когда мы встретились с моим компаньоном Загайном Никитой, начали обсуждать эту историю, уже был связан с общепитом, эта тема мне была близка, но при этом я на тот момент уже был порядка, наверное, четырех лет вегетарианцем. И, ну, соответственно, чтобы покушать не дома, например, да, там ездил из одной части города в другую, да, либо, так как я работал в пищевете, у себя там заказывал, но все равно я знал, что это все делается там на одной же сковородке, мне это не совсем нравилось, поэтому старался там просто не кушать. Ну, и все, доросли до того момента, когда поняли, что нужно делать что-то сами, и все, и стали это делать. Здорово, спасибо. Саша, я знаю, что кафе Укроп сейчас уже успешно развивается более года. Сейчас вы уже открыли вторую точку, и к вам входят известные сыроеды, известные веганы, предприниматели любят кушать в вашем кафе. Вот, открой мне вот немножко тайны вот такого бизнеса, в каком вопросе? У меня есть очень много знакомых предпринимателей, которые занимаются в гостарам, в кафе, открылись учредители, учредители, и они говорят, что это достаточно сложный бизнес. Это на самом деле сложный бизнес, и уходит много сил. Вот для тебя это сложный бизнес, и с какими проблемами ты сталкиваешься ежедневно? Видишь, в чем? Как бизнес, наверное, да, он сложный, но для меня, на данном этапе моей жизни, да, я себе не представляю просто без этого. Да, если бы для меня не стояло, ну, если бы я был, скажем, не знаю, чрезвычайно беспечным человеком, у меня не стоял вопрос финансов вообще, в принципе, да, я бы сразу занимался этим. Если что бы я делал, я бы, наверное, ну, больше денег вкладывал в кафе Укроп. Потому что на данный момент это то, чем хочется заниматься, и то, что хочется развить наш тянуть. Есть некая цель для себя, да, о которой мы, наверное, проговаривали, когда открывали, что мы хотим, что, ну, достичь через три года, через пять, ради чего все это делать, да. Ну, и момент такой, что когда ты к этому относишься не как к работе, она не может быть тяжелой, да, это неимоверный труд, да, то есть все это действительно отнимает колоссальное количество сил и энергии, особенно в месяца открытия. Но, так как я не представляю себе жизни без этого, то, ну, как, ну, не знаю. Если бы у тебя был выбор сейчас открыть, может быть, не кафе, а магазин, например, то есть все равно кафе. Да, здесь для меня, да, я, видишь, я для себя честно помню вот этот вопрос, ответил, мы решили, что мы будем открываться в ноябре 11-го года. Сколько лет, наверное? Когда я себе, ну, все равно, ладно, все, открываемся, в январе, будучи на отдыхе, да, я, ну, такой у меня был вопрос, открываться, потому что там была возможность, просто мы с моей супругой думали, что можно просто переехать в другую страну, да, то есть не открывайтесь, ничего, просто уехать. И я вот для себя на этом отдыхе вот четко ответил на вопрос, что если бы, ну, вот эта вот история моя с финансовых составляющих никак бы не влияла, я думал, где угодно делать, что угодно, да, я все равно делаю это. И в тот момент я понял, что, ну, значит, я это сделаю, и все. Мы приехали и стали это делать. Мы там приехали, когда будем в конце, ну, можно считать, в феврале, и открылись только в сентябре. Ну, то есть, например, 1-го октября, 17-го сентября было открытие для тестового режима, ну, то есть, очень много времени прошло, да, то есть мы думали, что, ну, я никогда с таким не сталкивался, я думаю, что это быстрый процесс, да, ну, вот в ноябре мы решили, что мы делаем, поискали денег немножко, потом на месте приехали отдыхать, приехали, и потом, что у нас, получается, с февраля по апрель искали деньги, после этого с апреля по июль искали место, да, с июля по конец сентября, с конца июля по конец сентября открывали. То есть, прям, процесс такой долгий был, долгий, интересный. Ну, то есть, этот год, конечно, который уже прошел, когда, мы считаем, год, год и два месяца скоро будет, завтра и потом, да. Здорово! И получается, что, ну, очень-очень насыщенный, прям, ну, у меня такого никогда не было, я знаю, что не будем, да, но это, конечно, круто, ну, то есть, это невероятные эмоции, за невероятный опыт, да, потому что я точно стал другим на это первое время. Здорово, когда, слушайте, ты занимаешься, и твое любимое дело – это одно и то же. Я думаю, что именно при таких условиях получается все так, как получается на высшем уровне. Слушай, ну, я думаю, да, здесь просто очень много, как сказать, наверное, любви. Мне кажется, основная проблема – любить свое дело еще, конечно, вот, в том плане, что, знаешь, это из серии. Понятное дело, что работа у всех разная, да, но вот сделать работу, которая у тебя есть любимой, да, вот можешь только ты. Вот она по тебе никак не подстроится. Знаешь, для меня, вот я всегда прихожу, условно, вот уже почти год, да, и, ну, по большому счету, я не знаю, как на это можно посмотреть, что я год прихожу и делаю одни и те же движения, да, условно смотрю, что-то модернизирую, как-то общаюсь с новыми людьми, завожу новые знакомства, стараюсь поддерживать какие-то вещи, ну, в общем, вполне про свою работу, но интересно это делает, ну, она интереснее не становится, ее делаю интереснее я для себя, да, я туда прихожу, приношу какое-то удивление, я приношу какие-то новые, не знаю, идеи, новые цели, и она для меня становится такой, это из серии, ну, вот, вот просто, когда, знаешь, классно, когда совпадает твое любимое дело с, да, классно, но это зависит только от тебя, вот ты берешь и делаешь так, да, это такая, условно, лидерская тема, да, но она действительно вот в этом, да, мы сами творцы того, что делаем, и здесь не зависит от того, понимаешь, у меня огромное количество людей, которые, скажем, занимают, ну, высшим уровнем меня намного стоят, да, которые, ну, я не знаю, мне, то есть по сравнению с моим бизнесом, в котором я участвую, да, это вообще там, я не знаю, ни о чем, вот, я на этих людей смотрю и понимаю, что, ну, они так же вот своей, вот, успешные люди, да, они в своем, в своем деле, они отдаются на сто процентов, они все время куда-то идут, они делают эту работу для себя интересно, так же, как и любая другая, будь то повар, будь то официант, просто через все нужно пройти и получать по максимуму удовольствия, вырастать из всего, да, Я, например, за свою, ну, поработал в магазине у мамы грузчиком и продавцом, поработал экспедитором на этом, на хладокомбинате, я работал официантом в нашей любимой питерской штольне, да, работал, было такое агентство, несколько называлось, продавал там рекламу самолета, дарался там до руководителей, причем меня туда люди пригласили, это были гости, Евгения и Мария, они, ну, были постоянно у меня гости в Штолли, на Петроградке, а я был там официантом, и, условно, мы, ну, я их обслуживаю, условно, просто, да, ну, и это было из серии через какое-то время, когда они звонили, говорили, ты работаешь? Да, они говорят, ну, все, мы приезжаем, и это, это потому, что мне нравилась моя работа, мне нравилось ее делать, я пиховал от того, что я делаю, и, естественно, как даже раз, когда так происходит, это неизбежно ведет за собой некий рост, потому что, когда так происходит, ты растешь, ты выкладываешься, ты получаешь удовольствие, а это сопряжено с тем, что люди вокруг это замечают, и они хотят, всем же хочется быть в этом, да, видят, что кто-то притягивает такую историю, кто-то ее излучает, он, и я тоже так кричу, и либо тебя подтягивают под это дело, либо ты их подтягиваешь под свое, то есть здесь зависит от того, на каком-то этапе находишься, поэтому, где бы, кем бы, наверное, это из серии, да, кем бы ты, и где бы ты ни работал, но просто, если ты вот сейчас, вот, в данной этапе своей жизни занят этим делом, получай удовольствие от этого дела, потому что только в этом случае, да, ты сможешь пройти дальше с ростом, в любом другом случае ты будешь либо делать шаг влево, либо вправо, либо назад. Абсолютно, с тобой согласна, абсолютно. То, что вы вкладываете в свое дело душу, то, что вы делаете с удовольствием, понятно, по вашей еде. Все достаточно вкусное, я сыроед, я одену сырую и еду. Вот хотела спросить, кто является готовителем таких вот вкусных рецептов, кто создает эти шедевры кулинарные? Ну, ты про ссоры спрашиваешь или вообще про ссоры? Про все. Я пробовала, ты по ссоры, факт, взяли, знал. Ну, смотри, вот изначально момент какой был, что как все началось, что моя любимая супруга Лена, да, она очень вкусно готовит. То есть, в какой-то период времени, до открытия, мы, собственно, мы питались в соответствии с, в общем, по-сырому, да. Естественно, я думаю, вот эти все там штуки попробовал, нам они нравились. То есть, когда мы как бы вот ездили в это путешествие месячное, мы там попробовали в Сингапуре, например, там сырой шоколад, какие-то такие вещи, которые мы никогда не ели, да. В Бангкоке, мы были вообще в сыром ресторане, где вот прям все сырое, мы обалдели от десерта, который там есть. Естественно, мы приехали, начали, я думаю, то же самое что-то делать. И потихоньку-потихоньку вот по поводу, не знаю, там вот, наверное, из ее рецептов первое меню состояло, не знаю, на 50% вот, это точно. Плюс к этому, когда открывались, стали работать с очень талантливым человеком Лешей Чукольным, который был у нас шеф-поваром. Ну, и он, конечно, принес свое такое эстетическое... И он задал некую планку для работы нам, принес какие-то такие очень необычные, красивые, достойные блюда, и когда мы все это смешали, условно, нашу домашнюю кухню, да, с его вот этой вот высокой кухней, да, вот получилось то первое меню, которое впоследствии модернизировалось. Последний меню, например, здесь, на Марата, оно вообще же делалось... Мы его делали со всеми коварами вместе, то есть мы сказали, привет, будем делать новое меню. У кого есть желание, давайте. Ну, и условно, они, у кого было желание, присылали, попробовали, и отобрали в блоге там. У нас, ну, как обычно, вот, я шеф-повар, он создал меню. У нас вот в создании блюд вот сейчас, на данный момент, там, на втором этаже участвовала, Лена, мой компонент, Никита, наш любимый кондитер Ольга, Алиса, и кто там у нас еще что-то. Ну, в общем, ребята, может, вот, кого-то забыл, кого-то забыл. Вот все вместе взяли и соорудили. Или это вообще, да, я, ну, причем, самый получил, самый классный. Да, на самом деле, классное меню. А меню на второй точке, на конюшене отличается? Да, да, мы туда, ну, мы изначально, мы же понимаем, что люди, ну, нам самим неинтересно, мы же, когда ее открывали, вообще ее открыли по-другому, да? Ты там не была еще? Нет, я все постараюсь. Пойдешь, ты увидишь, что изначально, когда открывались и планировали сеть, мы думали, сейчас все откроем, дизайн отработаем, кухню отработаем, и потом будем условно дублировать. Потом, вот, дошли к этому моменту, когда все, есть помещение, ну, и будем открываться, и вот прям решили, что не наша эта история, да? То есть делать аналогичные вещи, оно нам не близко, да? То есть хочется дальше как-то идти, хочется, ну, мы же выросли за этот год, да? У нас все поменялось, мы видим, как здесь нам что-то, ну, ну, я очень люблю это место. Оно мне, вероятно, дорого, и очень много чего меня научило, дало. Я видел, как здесь, ну, условно, все, начиная от декора, как он становится, я не знаю, заканчивая выбором стульев, которые наши, часть из них, наши родственники, мы заказывали из Москвы и привозили сюда за, по-моему, 5 дней до открытия, потому что в Петербурге, как-то, не нашлось. Я знаю, все здесь до мелочей, даже когда вот там, условно, последний плютус отклеился, когда кто-то его перекручивал на место, но вот захотелось чего-то другого там, и вот решили, что будем делать по-другому. Собрали все это в единую, подумали, что хотели, придумали, накидали, так сказать, ТЗ, дали его двум дизайнерам, и сделали все по-новому, в том числе и меню. Выбрали там, ну, вообще практически все, вот, другую посуду, все, все, все на свете. Получилось классно. Там, там, конечно, очень необычно, ты знаешь, мне хотелось привнести это сюда, но я вот так скажу, скорее здесь это не совсем получилось, вот этот формат европейского кафе, потому что я даже, наверное, знаю, почему, ну, для себя, по крайней мере, я думаю, что это может быть как оправдание, но, в общем, ты знаешь, типа, очень большое помещение, ну, то есть все-таки соединять два формата, да, формат бестро, формат кафе, здесь есть определенные свои плюсы, да, но и свои сложности, вот, в плане уюта, да, они вот немножко вот этого добавляют, потому что сделать бестро уютно, да, это вот что-то, ну, такое, не совсем сопоставимое, потому что вроде бестро, быстро, да, и вроде как, где быстро, там не может быть очень уютно, но как могли это соорудили, сделали, но все равно чего-то не хватало, вот этой вот свободности, что ли, да, вот этой возможности в небольшом заведении посмотреть каждому гостю там в глаза и сказать привет и пока. Там эта возможность есть, мы ее, мне кажется, по максимуму использовали, сейчас будем работать над тем, чтобы, ну, это вот действительно было так, да, хочется там сделать место такое свое, вот, вот, для гостей, чтобы они так, как себе, как были. Здорово, кандюшина, дом? 14. 14 приходите, обязательно. Я тоже в ближайшее время планирую перед отъездом. Саш, ну, а что ты рекомендуешь попробовать в кафе Укроп, твое любимое блюдо? Ну, слушай, я, знаешь, в этот момент официанты смеются, ну, когда, ну, я принимаю заказ, они говорят, ну, там, Сереженька наш, он подшучивает нам, ну, что, знаете, если бы Саша принял, значит, будет равиоли. Ну, это действительно так, я просто, несмотря на то, что я сейчас, например, ну, не кушаю молочку, но, нет, не то, что это как фирменное, фирменное, лично мое, наверное, блюдо из них горячих, да, вот это, наверное, равиоли, потому что они у нас идут с самого первого открытия, с первого месяца, то есть мы, в этом Укропе у нас уже три варианта меню, то есть мы сейчас возьмем меню, там будет написано 1.03, то есть первый Укроп, третий вариант меню. Вот на Морадске, вот на Камюшке сейчас, соответственно, 2.01. Так вот во всех этих меню всегда были равиоли, равиоли с домашним сыром, петровыми орешками и рукой, шминадкой, в общем, какой-то сменой. И я просто знаю, как они модернизировались, да, то есть изначально, когда Морадусы у нас были, ну, добавляли свекольный сок, они были, ну, вот, у тебя кофта, например, цвет, иногда поярче, иногда, в зависимости от сока, то есть они были такие яркие, а потом мы как-то, ну, не могли, так сказать, сделать их, стандартизировать, чтобы вот это перепады цвета не было, сделали их простыми. Ну, в третьем риме мы их сделали из добавления морковного сока, для них вот такие желтователки, в общем, они и на вкус, и на цвет, и вот прям, ну, на мой взгляд, идеальны, мы их делаем и на конюшке, до сих пор попробовать и там, и там, и они классные. Ну, а самое главное, конечно, десерты, потому что десерты, 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 они, вот знаменитые тыквенные, да, вот его история, он стал знаменитым только в третьем вене, потому что до этого он был просто тыквенный, но он стал как-нибудь, ну, он, он реально хит, его продают больше всего, ему хвалят больше всего, за ним приезжают люди из других городов, потому что они у нас слышали, делать его так, когда, ну, действительно, это шикарный, оно же классное, ты же кушала, но это же реально десерты, это как торт, например, когда ты кушаешь, понимаешь, что там нет ни сахара, ни муки, ни сливок, я не знаю, что там еще добавляют, не говоря уже никаких-то е, да, то есть ты реально кушаешь десерт, но при этом ты вроде как ты можешь им обедать, да, то есть это тебе, для этих, для папы-мам актуально, папа купил мне сладенького, есть вариант, вы можете купить ему сникерс, да, или торт при чудо, не читая состав, а можете его привезти к нам и вообще не забариваться на тему того, что он что-то съел не полезное, если он хочет пообедать сладкий, и вы не расстроитесь, он пообедает полезный сладкий, а в новом укропе, мне кажется, ему все стоят конкретно и черничный, мы сделали черничный, сырой, он есть только там, и, ну, он, конечно, только короткий, но тоже короткий. Хорошо, давайте попробуем. Саша, я знаю, что ты некоторое время был сыроедом, вот почему ты пришел к сыроедению, расскажи немножко об этом опыте. Так, все просто, мы решили почиститься, какой-то с супругой, какой-то время, ну, то есть, мы сделали какую-то чистку несколько, там, она, по-моему, неделю или две была, а после этого, ну, то есть, вроде как, ты нутром чуешь, что уже ничего другого не лезет, ну, в том плане, что ты же, ну, с любой чистки ты съедаешься на сыром, на соках и на сырой пище, и потом вот просто как-то вот это втянуло, да, то есть, ты, не знаешь, ты понимаешь, ты смотришь на пищу, понимаешь, что, ну, она не будет тебе полезна. Ну, я логически, например, всегда понимаю, что, ну, вот, есть яблоко, да, и есть вареное яблоко. Для меня, как бы, я думаю, что для большинства не составляет вопроса на тему, что полезнее, да. А вот, как жить эта история, мастер-середине продлилась так долго, два месяца всего, ну, это был такой неплохой экспириенс, это как раз происходило в момент открытия, как-то, ну, то бишь лет вообще, ну, вполне чувствовал я себя тогда хорошо, я не помню, я не знаю, почему я перестал так питаться, но, наверное, захотелось, я, ну, приверженность того, что было, хочется кушать, ну, то есть, я не фанат, не фанатик в этой всей теме, я всегда, мне главное, чтобы люди осознавали, что они кушают, даже вот на тему, там, употребления продуктов желтого происхождения, я никогда не был и не буду против, да, вот прям, просто единственное, чтобы больше всего люди осознанно понимали, что они кушают, да, что кусок мяса, который лежит на пилатном магазине, это не вещь, который кто-то сделает, да, живой существо, которое я специально убили для того, чтобы это все лучше. Вот, все, если человек воспринимает, понимает это, говорит, да, окей, вопрос, я, правда, правда, еще, говорю еще один вопрос, ну, давай так, смотри, кушать, ну, там, с ним кушаешь, да, ну, давай такой момент, вот мы возьмем поросенка молодого сына, я, соответственно, даю тебе нож, ну, ты сможешь его убить, разделать, пожарить и если да, вообще не вопрос, тебе, наверное, нужно кушать мясо, но если от тебя это вызывает какое-то отвращение, и ты говоришь, нет, я так не смогу сделать, то, наверное, есть смысл задуматься тем, что ты себя обманываешь, да, ежедневно употребляешь. Ты знаешь руками работников мясных заводов, скажем так? Ну, просто находишься в несознанке, да, просто для тебя этот вопрос, ну, то, что он, для тебя этот вопрос где-то там, да, но подходи, по крайней мере, ну, это все-таки, ну, это история, да, не то, что мы едим, я нахожусь, знаю, что я как-то человек, он за, ну, на данный момент, не употребляю мясо, не пью алкоголь, не пью его уже 6, 6, ну, 6 и, там, сколько-то месяцев лет, я точно знаю, что я до этого понятен, что вообще жизнь другая у меня стала, да, но вот в плане, там, эмоциональной агрессивности я точно стал другим человеком в плане, ну, то есть, агрессия, я был такой агрессивный, ну, то есть, я очень много не изучил, у меня этого прошло, я точно могу, точно могу сказать, что это все происходит, поэтому, просто отдавайте отчет, что кушать, и все, если для вас это все приемлемо, то you're welcome, это классно. Саша, а вот сейчас, как ты питаешься? Слушай, сейчас, ну, где-то уже полгода, не употребляю молочку, ну, как по вету, не знаю, ну, опять-таки, нам же мы всегда почему-то переходим, когда узнаем какую-то информацию, правильно, не бывает, ну, наверное, возможно, у кого-то это происходит по-другому, но, как правило, мы почему-то приходим после того, как где-то что-то услышали, на нас эта карта повлияла, мы это в своей голове преобразовали, делали свои, поехали. Ну, вот я там после просмотра лекций как будто американского как-то ученый и исследователь, да, на тему заболеваний, ну, на тему 15 самых исследований по поводу 15 самых убивающих усмертельных заболеваний, да, и вот взаимосвязь для тех, кто как питается, то есть вот эти, вот эти болезни, 15 их исследовали в разрезе питания, вегетарианец, ну, бисоед, вегетарианец, веган, да, вот там было три, ну, после этого я молочку тоже перестал пушить, ну, потому что на меня это повлияло, я не говорю, что я никогда не буду пушить, что они ямлочку, и всегда будут так питаться, это масло, но сыры, да, на данный момент для меня это так, мне это близко, нравится, если я спокойно чувствую меня, что там решение, что я чего-то себе решаю, прекрасно понимаю, что по-хорошему, конечно, сырая история, вот так разумно подумав, да, вот как с этим, с яблоком, да, но это вроде как понятно, да, что так питаться правильно, да, видимо, на меня просто пока не время. Спасибо большое. Ну, все-таки некоторое время ты был сыроедом. Я хотела бы, чтобы ты дал некоторые рекомендации нашим зрителям и считать, что на поводу сыроедения стоит переходить, с чего начать, вообще, вот, да. Нашли кого спросить. Слушай, если вы считаете, что, ну, кто-то считает, что это пойдет ему на полю, по крайней мере, попытаться какое-то время так покушать, наверное, стоит, в причине того, что, ну, это из серии, знаешь, говорить о том, что я сочувствую к Богу хорошо, не побывав в этом, наверное, без смысла. Если есть какие-то мысли, вы никогда этого не делаете, ну, нет, для меня это был отличный опыт. И опять-таки, он у нас отличный, что после этого я могу говорить об этом, что да, вот у меня такое было, я могу сказать, какие-то свои эмоции, свои ощущения. Это было прикольно. Это было прикольно. Ну, опять-таки, у меня никогда не возникало вопросов, что и как, потому что, ну, летом у меня невероятно готовят, да, и в моем рационе было все. Котлетки из дегидратора, я не знаю, суклы с тефтельками и какие-то и прочее, лапша, паста из туркинии, печенье, торты и все прочее. Поэтому здесь вопрос, да, у кого-то, если есть такая возможность. Но опять-таки, когда мы открывались, у нас не было, например, этого, не было, например, укропа, да, где можно было пару часов. Сейчас, даже если захочется, вот именно какой-то такой вещи, которое более-менее понятно, но привычно, но при этом сырая, ну, уже есть укроп, можно приходить кушать здесь. Да, это отличная альтернатива. Потому что, ну, не у всех есть такая невероятная классная жена. Лена, привет! Саша, тебе спасибо большое за то, что согласился поучаствовать в интервью. Спасибо за классные ответы на все мои вопросы. Я думаю, что, действительно, многие важные вопросы на начинающих сыроедов, на людей, которые хотят только начать открыть вот кафе, ресторан. Спасибо тебе большое. Да, это вообще тема интересная. Возможно, как-нибудь со зрениями сделать просто момент о том, как это делать. Да. Потому что мы недавно на их тему задумывались. Много же всяких идей классных городов, да. И, на самом деле, есть куда развиваться. Город огромный. И, ну, скажем так, классных мест и заведений их может быть больше. Особенно здорового питания. Потому что сейчас бургеров, гамбургеров очень много, сущих и так далее. А у здорового питания почему-то не так? Потому что, опять же, мы же идем своим чередом. У нас очень хороший темп. Я не про УКЛОК, я про Петербург. Все идет так, как надо. Ну, знаешь, вот эта история. Мы идем своим, спокойным, уверенным темпом. У нас все будет. Причем мы же всегда ощущаем, да, что мы вспомнили себя, да, вот в этой истории, там, два года назад. И я вспомню себя. Сколько изменилось. С учетом того, что мы сейчас уже другие, мы эти вещи продвигаем. Конкретно мы с тобой уже другими темпами совершенно, да. А также, помимо нас, в этой теме завязаны невероятные количество. Поэтому, знаешь, в геометрической прогрессии будет расти, развиваться хотим мы того, не хотим, с нами, без нас. Ну, потому что мы до этого дно дорастаем. Надеюсь, что помимо нас еще будут развиваться какие-то городские инфраструктуры, государства и прочее, чтобы нам здесь было комфортно и не комфортно. Спасибо тебе большое. Успехов в вашем группе. И развития в вашем кафе. Спасибо большое. Друзья, чтобы оставаться в форме, подписывайтесь на мой канал вот здесь. Я всегда рада вашим комментариям. Оставляйте ваши комментарии вот здесь. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова